Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Термины изменились за надворья. Зерни не поспела, как случайно. Сначала перешкодил холод, а после дождя. В минулом году ситуация была суперслеглая. Засуха избирать урожай на дворот начали ранее. Однако соправданные господары не скаржятся на капрызы надворья. Опрымают меры для того, чтобы климатические условия не вплывали на кончатковый выник. Кажут, главное правильный выбор готов. Как правило, на каждый сезон покупаем элиту семена, потом размножаем ее. Каждый сезон добавляем новые семена. Первым начали убирать ячмень. Его средняя урожайность около 50 центнеров с гектара. На этом тень механизаторы приступают к праце на полях, засеянных пшеницей. Дарешу все собранное зерни накировывается для властных потреб селянской господарки. На заготовку кормов для молочно-товарной фермы и свинокомплекса. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. Тым часом агропродприемство «Завидовская» Доброжского района первым в Украине завершило уборку сбожевых. Эта кампания для господарки отзначена рекордной для района урожайностью. Амаль 38,5 центнеров с гектара. Агольный намолот сбожевых склал 6,5 тысяч тонн. Эта удвоя больше, чем в минулом году. На уборке сбожевых працевали 7 экипажев-комбайнеров, 4 из яких намолотили больше за тысячу тонн. Лепшие механизаторы и водители отримали подарунки от Голенового профсоюза. Головным фактором поспеху керавник господарки Татьяна Белян назвала строгое притримливание технологии выроживания сбожевых. Ставку зарабили на изменение структуры поселных площадь. Найбольший экономичный эффект дало выроживание пшаницы. Господарка уже на 100% выконала держзаказ. Зараз намагание сконцентровано на допрацовцы носения под урожай будущего года. ПОВЫШЕНИЕ УЗРОВНЮ ПРАВОВОЙ ИНФРОМОВАНОСТИ НАСЕЛЬНІСТВА, ОКАЗАНИЕ ДОПОМОГИ ВЯСКОВЦАМ УВЫРОШЕННИЕ ХВАЛЮЮЩИХ ПЫТАНЯУ И ПОПУЛЯРЫЗАЦИЯ ДЕЙНОСТИ СЛЕДШИГА КАМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПАГОМЕЛЬСКАЕ ВОБЛАСТИ. ГРОМАДСКОЕ ОБЯДАННЯ САЮЗА СЛЕДШИХ ПРАВЯЛО СЩЕННЯ ИНФРОМАЦИЙНО ОСВЯТНІЦКУЮ АКЦЮ У ЖЛОБІНСКЮ РАЙОНЕ. ПОДРАБЯЗНЫСТЮ В МОТРЫЯЛЕ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ. ГЭТУЮ АКЦЮ УЖО МОЖНЕ ЛЮШИТЬ ТРАДЫЦЫЙНЫЙ. ЛЕТА СЯНА СТАРТАВАЛА У СВЯТЛАГОРСКЪМ РАЙОНЕ. ЕЮ СУДНСТЮ ТЫМ, ЧТО СУПРАСОВНІКІ СЛЕДШИГА КАМІТЕТА, РАЗМ С ПРАСТАВНІКАМІ МЯСОВЫХ ОРГАНОВ УЛАДЫ, САНИТАРНЫЙ И ЗЯМЕЛЬНЫЙ СЛУЖБАУ, АТАК САМА ЧЕРВОНОГА КРЫЖА, СУСТРАКАЮСЯ С ЖАХАРАМИ ОТДАЛЕННЫХ ОТ РАЙЦЕНТРОВ ВЁСАК, КАБ ВЫСЛУХАТЬ ХВАЛЮЩИЕ ИХ ПРОБЛЕМЫ И ДА ПОМАХЧИ У ИХ ВЫРОШЕННИ. 2020-й – это год, завершающий трилогию «Года Малой Родины». И в этот год, конечно же, надо ответить на вопрос, УСПЕЛ ЛИТЫШУ-ТО СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛА ДЛЯ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ. Именно по этой причине Гомельское областное общественное объединение Союз следователей приняло решение продолжить мероприятие информационно-просветительское для того, чтобы приехать к жителям малых деревень и поинтересоваться, какие вопросы у них есть, как они живут и чем мы сможем им помочь. Проблема, якая ухудшивается, бодай наибольшая шаста – якость воды у колодежах. У вёсках с невеликой колькостью насильництва корыстаются ими редко, а тому поступление свежей воды минимальное. Почас наведывания таких населенных пунктов с колодежа уберутся пробы. Выники доследований – жахарам обовязково поведомить. А про этого ухудшаются проблемы особистого характера. 82-годовая Олена Дробная просит допомогшую трапить в Гомельскую больницу, как бы тримать документы об инвалидности. Некоторые получают люди, группу получают, баллон менее платят, а я ничего, это не пользуюсь этим ничем. А вы знаете, чтобы грубо получить, надо же обращаться в больницу? Ой, я обращалась, приезжали ко мне три врачи, поговорили, поговорили, сели и поехали. И всё, никакой группы, ничего. Надо ехать в Гомель, а кто меня повезет. Одна задач проведения акции – оказание медицинской допомоги насильниству. Перш за всё, размова идёт о профилактике захворываниях. Пропону вы пройти обследование от представников областной организации «Червоного крыжа» гучать подчас наведывания домовладаннёй и молочных ферм. Бадай один, отчего у Жлопинском районе отбавляються у Северскоуцы – сдать анонимный тест на ВИЧ. Разом с тем, по статистике, сусветная организация ховы здоровья, сёння ВИЧ-инфекция, займая пятое место сирот прышин смиротности. Больше хвотно люди походжаются вымерать артериальный тиск и температуру тела. А так само узровень кислорода у крови. Добрые выники оказываются не во всех. Людям необходимо больше уважливо ставиться до уластного здоровья. Сегодня также мы рассказываем о первой помощи, какую необходимо оказывать в случае возникновения различных ситуаций. Раздаём информационные листовки для того, чтобы человек знал, что делать, если рядом экстренной помощи нету и пока ожидаешь врача, что можно сделать в первую очередь. Организованная громадским объединением «Союз следших» информационно-осветницкая акция протягивается весь день. Частка огученных же хорами отдаленных вёсок пытаний выращается на месяцы, некоторые берутся на контроль. Правда, проблемы, якими займается непосредственно Следующий комитет, на этот раз не гучали. В плане захования правопарадку ситуация у вязковцев заклопоченности не выкликая. Алексин Сюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. Сегодня у агрогородку Поколюбича отбылось посяжение молодёжного совета, створного при Гомельском районном совете депутатов. У делу его работе принял депутат Палаты представников национального схода Игорь Завалей. На сутрыши собрались самые активные и неравнодушные представники молодого поколения района. Молодёжный совет, як форма работы, на думку их развалее, дозволяя молоде удельничать у принятия важных для мясовости рашеньев, допомагая донести до мясовых уладов их жаданий и идеи. Подчас устрече парламентарий рассказал удельникам об своём работе в Палате представников, а так само дал параду, як працовать больше эффективно. Самый главный совет, самый главный, который даёт результат в любом случае, это каждый день общаться с населением. В их случае это именно с молодёжью, в моём случае это с избирателями от округа. И здесь ты проникаешься всей этой проблематикой, ту, которую ты можешь потом реализовать и исправить на законодательном уровне. Потому что все мы прекрасно понимаем, что законодательный процесс, он очень тяжёлый, делается профильными министерствами, но иногда они не видят вот эти подводные камни здесь, на местах, в обычной деревушке, с которыми сталкивается молодой человек. И наша задача, как депутатов, отстаивать интересы населения на всех уровнях, будь то местная исполнительная власть или законодательная. Робототехника – один из самых перспективных на прамках адукации будущей, и в нашем регионе развитию этого тренда надают особливую увагу. И еще один робокласс Гомельского технопарка появился в ГДУ Мяфранциска Скарыны. На открытии побывал наш корреспондент Павел Михно. Открыться робокласса протяг супрацовненства технопарка и Гомельского дзержа университета. В веросте минулого года у стенах технопарка открылся перший класс робототехники. Выники экспериментального проекта подтвердили свою корысть, тому наступным кроком стало створение своей особливого эко-серодзя. На думку специалистов, навучение детей на базе университета, да поможет им больше эффективно засваивать программу и худше высоблять уже все свои распрацовки. Мы используем открытое программное аппаратное обеспечение, то есть дети работают с настоящими языками на платформе Ардуино, используют язык программирования Scratch. По сути это те языки, которые используются в реальном секторе, но учебная программа их адаптировала для детей в возрасте от 10 до 15 лет. Если говорить так, подводя итоги, то дети, закончив вот эту программу, становятся уже по сути готовыми программистами. Хотим превратить наших детей, которые сегодня живут, наверное, с гаджетами, в компьютерах, из потребителей вот этих информационных технологий и новых каких-то там решений, в их производителях. Класс будет працовать на базе факультета физики и информационных технологий ГДУ, якая занятка у себя спечать высококвалификованные выкладчики, которые прошли стажировку у Санкт-Петербургу. Учебно-методичный комплекс будет включать у себя занятки по основах программования, мобильной робототехницы, а так само 3D-моделевания и друбку. Это не просто класс робототехники, это инженерный и инновационный класс, в котором дети будут постигать не только основы робототехники, но и микроэлектронику, программирование, физику, математику, логику, информатику. То есть весь набор тех дисциплин, которые помогут в дальнейшем при обучении в рамках, например, в стенах нашего университета. До речи, учебная программа, по которой будут працовать в университете, уже доказала свою эффективность и на сегодня використовывается в более 70 школах России и Финляндии. Поэтому уникальные распространения и достижения гомельских специалистов – справа часу. Павел Михно, Александр Харлампов, телерадиоакомпания «Гомель». Это и другие новины, информацию о проектах телерадиоакомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvr.gomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. 13 административных протоколов за попытку скрыться от преследования ГАИ и нарушения правил дорожного движения. В Гомеле бесправник на каршеринговом автомобиле уходил от погони на скорости 150 км в час. Машину, которая в темное время суток двигалась без включенного ближнего светофар, инспекторы заметили на пересечении улицы Советской и проспекта Победы. На требования об остановке водитель не отреагировал, а лишь прибавил газу. Иногда скорость доходила до 150 км в час. Но свернув во двор, водитель попал в тупик. Выскакивал нарушитель на ходу. А вместе с ним стрекача дали и пассажиры. Машина же врезалась в припаркованной автомобиле. Оказалось, что в аренду ее взял 19-летний бесправник. Юноша зарегистрировался по чужим документам. Менее недели назад сотрудники ГАИ уже задерживали молодого человека за управление автомобилем без прав. Тогда он управлял машиной того самого друга, по документам которого на этот раз взял каршеринговое авто. В Гомеле сотрудники ОМОНа пошли на штурм квартиры наркодилера через балкон. Тактически это оказалось проще, нежели врываться через входную дверь. И быстрее, ведь сбираться сотрудникам пришлось всего-то на высоту второго этажа. Сделали они это при помощи приставной лестницы. А дальше уже дело техники. Подозреваемый на полу. В целости и сохранности улики. 50-летний мужчина не успел избавиться от 500 граммов марихуаны, которую хранил в банке на кухне. В поле зрения оперативников гомельчанин попал после того, как продал 5 граммов дурмана. Сотрудники наркоконтроля предположили, что дома у наркодилера могут храниться запасы. И не ошиблись. Сырье он выращивал на даче, а в квартире хранил семена конопли. До 8 лет лишения свободы – такова перспектива уголовного преследования. Подобрала кошелек и стала фигуранткой уголовного дела о краже. Гомельчанка не предприняла никаких попыток, чтобы вернуть портманы владельцу. И попала под статью. А все произошло на парковке возле рынка. Две машины стояли рядом. К одной из них подошел владелец и, когда садился, выронил свой кошелек. Следом за ним шли мужчина и женщина. Та заметила выпавшую вещь, подняла ее с асфальта, но догонять хозяина не стала. В портманы находились 2200 долларов, 260 белорусских рублей и банковские карточки. Его владельцем оказался работник сферы IT. После пропажи он заявил в милицию. Преступление было раскрыто благодаря камерам видеонаблюдения. Напомним, присвоение в общественном месте чужой потерянной вещи может быть расценено как кража. На Гомельщине в очередной раз сгорела иномарка. На этот раз пламя охватило автомобиль Рено Лагуна в Светлогорске. ЧП произошло на улице Калинина. Огонь вспыхнул под капотом. 55-летняя хозяйка при помощи проводов прикуривателей пыталась завести двигатель своей машины. По одной из версий, это могло стать причиной возгорания. Дорогая ошибка. Милиция разыскивает мужчину, которому в банке вместо польских злотых случайно выдали британские фунты стерлингов. Мужчина хотел купить польскую валюту в отделении банка по проспекту Ленина, 19 в городе Гомеля. Но вместо 250 злотых кассир выдала клиенту 250 фунтов. В эквиваленте это около 750 белорусских рублей. Мужчина разыскивается. В милиции просят обращаться по номеру телефона, который сейчас на экране, или звонить на прямую линию милиции 102. Это вся информация о выпусках. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Уже неделю гомельская мини-футбольная команда ВРЗ готовится к старту грядущего чемпионата Беларуси. Серебряный призер национального первенства в этом межсезонье по своим меркам значительно обновил состав. Покинули команду, напомню, Вячеслав Григорьев, Артем Золотухин, Михаил Зарубович, Евгений Рогачев и Станислав Лемешко. В новичках белорусы Сергей Дэвидович из Борисова 900 и Дмитрий Шумановский из УВД «Динамо». Дебютирует в будущем сезоне в белорусском чемпионате россиянин Роман Ананьев. В Гомель игрок перебрался из Санкт-Петербурга, где выступал за команду «Ажио». Напомню, что в феврале этого года по такому же маршруту проследовал еще один россиянин Кирилл Осиновский. Серьезное усиление вагоностроители получили в лице опытного украинца Максима Воронина. Последний сезон игрок провел в чемпионате Казахстана в рядах «Октобе». До этого выступал залитсельмаш, с которым трижды становился чемпионом Беларуси. Чемпионский опыт украинца, несомненно, будет полезен в РЗ. Я хочу привнести ребятам эту уверенность, что уже пора себя психологически перебарывать. Я думаю, что от меня эта уверенность пойдет, и они подхватят ее. И мы завоюем это долгожданное чемпионство. По словам главного тренера ВРЗ Анатолия Яновского, этими переходами селекционная работа нынешним летом скорее всего и ограничится. Однако и новых подписаний главком исключать не стал. К новому сезону, который стартует в первые выходные с сентября, команда будет готовиться в Гомере. Первый спарринг запланирован на 15 августа. Соперник – Гомельская БЧ. Провели втягивающий микроцикл на стадионе «Локомотив». Сейчас на данный момент приступили к первому сбору, где акцент в основном делается на общую силовую выносливость. Постепенно увеличиваем нагрузки, ну а также совершенствуем командное взаимодействие. Планы на будущий сезон игрокам и тренерскому штабу команды озвучат ближе к старту чемпионата. Сами же вагоностроители задачи определяют просто показать свой максимум. Ряды БЧ пополнили два игрока, оба хорошо знакомы гомельским любителям мини-футбола. Станислав Лемешко сменил цвета вагоностроителей на цвета железнодорожников. В составе ВРЗ футболист провел пять сезонов. Также в его послужном списке значатся выступления за Виттен и Гранит. В стане ВРЗ выступал еще один новичок БЧ – галкипер Вадим Олешкевич. В высшей лиге национального чемпионата игрок защищал также цвета Борисова 900, Базара, ЦКК и Виттена. Виктор Скрипак возвращается. Украинский линейный подписал соглашение с мужским гонбольным Гомелем. Игрок ранее уже выступал в составе гомельской дружины в сезонах 2017-2018 и 2018-2019. Сотрудничество с командой продолжит и белорусский галкипер Павел Ярошук. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.